Климатические катаклизмы 2019 года показали, что экологический баланс уже смещен, антропологическое воздействие на природный мир увеличивается, а экологи прогнозируют рост темпов глобального потепления. В последние годы, начиная с середины 70-х годов, температура стала расти очень быстрыми темпами, особенно зимняя температура. И с чем это связано? Это связано с глобальным потеплением, причиной которого является антропогенный фактор, прониковый эффект так называемый. Он заключается в том, что радиация земная, длинноволновая, она не уходит в космос, а частично задерживается в нашей атмосфере, благодаря тому, что там есть радиационно-активный газ, углекислый газ, метан, озон, водяной пары и другие. И получается так, что Земля как бы отепляется. Неприятности начались еще в августе 2019 года, когда летний период оказался холоднее нормы. Начались затяжные дожди, а отсюда определенный ущерб был нанесен и сельскому хозяйству. Нынешний год особый. Он особый вот почему. Потому что циркуляция атмосферы так устроена в этом году, что идут сплошным потоком воздушной массы с Атлантики. Атлантика в зимний период всегда теплее и более сырая, чем континент, где мы находимся с вами. Поэтому с Атлантики идут все время теплые воздушные массы. Каким образом? Для этого есть вихри, так называемые циклоны. И мы находимся все время на южной периферии циклонов, где проходят и теплые фронты и так далее. Поэтому у нас температурный фон в этом году чрезвычайно высокий. Буквально градус на 12 выше нормы. Я, например, такого в своей жизни не упомню, чтобы столь длительный период у нас были столь высокими температуры. Впрочем, прямой угрозы будущему урожаю пока нет, поскольку не наблюдается низких температур. Главные угрозы – посевом в тех районах, где снежный покров так и не установился. Но если снега не будет и далее, и при этом северные антициклоны принесут морозы, минус 20 и ниже, ситуация сильно ухудшится. Всегда весной опасается половодие. И половодие может быть сильным и неприятным, вообще-то говоря, принести большие издержки и людям, и народам, хозяйствам и так далее. В том случае, если весна будет дружной, тем более и солнце появится, и дождь выпадет, а почва промерзлая. И в этом случае вся эта, будем говорить, лавина дождя и воды, она падет в реку. То есть она не успеет впитаться в почву, поскольку почва будет промерзлой. Вот в этом отношении я вижу здесь больше опасность, чем для растений. К счастью, зима еще не закончилась, и будем надеяться, что в скором времени наступят свои законные права. Лилия Талипова, Фариза Хитаглы, Универньюс.